Субтитры создавал DimaTorzok Это неповторимая золотая осень в горах, солнечные выходные. И это идеальные условия для проведения альпиниат, массовых восхождений. Мы решили отправиться на пик молодежный. Есть люди, для которых кошки поют не только весной, но и в любое время года. И потертости на их руках не от компьютерных мышек, а от карабинов. В общем, не будем играть в кошки-мышки, речь идет об альпинистах. Кошки – это вид их снаряжения, превращающий ботинки в идеальную обувь для перемещения по льду и на стул. Несмотря на то, что восхождение на горы требует специальной подготовки и высокой степени выносливости, в Казахстане регулярно проводят альпиниады. Во время таких массовых восхождений каждый желающий может попробовать свои силы в умении гулять по вертикали. Традиции альпиниад берут начало в Советском Союзе, где развитию массового спорта уделялось особое внимание. Для Алма-Аты, расположенной в предгорьях Зайлийского Алатау, массовые восхождения – привычная часть спортивной жизни города. В этом году альпиниада в Малом Алматинском ущелье на пик Молодежной с высотой 4147 метров была посвящена 80-летнему юбилею легендарного советского и казахстанского альпиниста Бориса Студенина. Он является одним из первых казахстанских снежных барсов, четырехкратным чемпионом СССР в классе высотных восхождений. Именно по его инициативе и под его руководством в Казахстане в 1986 году был основан первый международный альпинистский лагерь «Хантенгри». Я был тогда геологом и вместе с геологическими маршрутами приобщал в свои маршруты альпинистов. Работал я всегда в высоте горных партиях, и альпинистам было интересно со мной ходить, но мне, естественно, с ними было интересно ходить, потому что они помогали мне совершать самые трудные маршруты. Многие алматинцы думают, где провести субботний вечер. Мы решили встретить его в очень необычном месте, в верховьях реки Малая Алматинка, фактически на леднике Туиксу, на высоте 3400 метров. Здесь собралось около сотни участников альпиниады на пик молодежный. И несмотря на то, что здесь довольно прохладно, кругом лежит снег, не утихает шум, смех, эти люди готовятся к штурму, потому что завтра их ждет удивительное общение с одним из самых интересных пиков. И, может быть, это самая необычная тусовка в жизни Алматы, и уж точно она проходит на высшем уровне. В восхождении на пик молодежной приняли участие 154 человека. Дойти до вершины смогли 118. Немало было участников пенсионного возраста, ничуть не уступавших молодым. Алматинский энергетик и фотограф Виталий Исиков, которому уже 75, легко перемещался по коварному склону, успевая делать снимки и страховать спортивных дам. Всем своим видом он подтверждал истинность фразы «Лучше жить на горном склоне, чем на склоне лет». Среди восходителей были представители 9 стран. Поначалу мы волновались за австралийца Таза Лаври, ведь окрик «камень» он мог понять как английскую фразу «камин». Но, к счастью, Таз, чье имя звучит как «камень» по-казахски, в достаточной мере владел русским языком, чтобы понять альпинистскую терминологию. К тому же 30 спасателей постоянно находились на маршруте, обеспечивая безопасное движение на сложных участках. Обязательным являлось использование обвязки с двумя усами самостраховки и двумя карабинами, а также наличие каски. Во время подъема на гору все ощущали и душевный подъем, царила удивительная атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи. Словно ты попал на другую планету, где мало кислорода, но много доброго народа. Бархатный сезон подарил народным альпинистам щадящее солнце и отсутствие осадков. Неповторимое состояние восторга во время восхождения точно описала в своем блоге Дарья Пономарева. Есть в горах что-то такое магическое и необъяснимое, что притягивает и зовет тебя каким-то волшебным внутренним голосом. Это чувство удовлетворения и особой радости. Оно захватывает и не отпускает, наполняет чистотой и светлой благодарностью к миру. Миру, что подарил нам все эти заоблачные вершины, снежные просторы, прозрачные ручьи и пьянящий свежий горный воздух. Этим можно наслаждаться вечно. Молодежка бесподобна и совершенно, и случай побывать на ее вершине оказался очень приятным и волнующим. Уже более сотни участников альпиниады поднялись на этот пик, и их поток не прекращается. Это те люди, которые понимают, что тот, кто заходит на пик молодежный, остается молодым навсегда. Среди них ветераны и молодые альпинисты Алматы. Алматы с горами на ты! Многие могут спросить, зачем им все это? Эти ночевки в холодной палатке, среди льда и снега, эти труднопреодолимые склоны, эти вертикальные сады камней, где любой из них может ожить и превратить тебя в камень. Зачем им все это? Ведь для того, чтобы увидеть мир с вершины, достаточно сделать одно нажатие мышки. Но все дело в том, что эти люди предпочитают сделать одно нажатие кошки. Кому рюкзак привычней, чем пиджак И туфлям лакированным, Кто предпочтет вибрамы, Чей украшают вид не ордена, А шрамы, Лишь тот руками трогал облака, Вершина зовет Альпинист. Твой подъем не будет легким, А глянись, На конце твоей веревки Шагает чья-то жизнь. Пусть кто-то говорит, что неумно, Стремится в гору, Если путь в обход найдется, Но мы идем туда, Откуда видно солнце, Когда внизу становится темно, Вершина зовет Альпинист. Но один лишь шаг неловкий, И держись, На конце твоей веревки Повисла чья-то жизнь. От холода стал голос, Хрип и груб, Но отогреет чаем Базовый наш лагерь, Мы пронесем по жизни Нашей дружбы Флаги и годы Не затупят ледоруб, Вершина зовет Альпинист. Значит, не дано другого, А глянись, На конце веревки снова Насвистывает песню Чья-то жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова